От 6 до 8 лет колонии строгого режима. Так закончилась история банды, которая организовала рейдерский захват промышленного предприятия. Все произошло еще 4 года назад в поселке Мегет. Четверо мужчин пришли в организацию и заявили, что у них есть документы на право владения. Пока велась проверка бумаг, злоумышленники успели вынести с завода металл и оборудование на 7 миллионов рублей. Представителям предприятия не угрожали убийством. Позже, во время обысков у одного из фигурантов, обнаружили целый арсенал боеприпасов для огнестрела. О других громких и важных событиях этого дня поговорим в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. Здравствуйте и начинаем, как обычно, с коротких анонсов основных тем выпуска. Незаконный бизнес с размахом. Полицейские задержали иркутянку, которая сбывала синтетические наркотики. В выпуске узнаете, какой объем веществ изъяли у женщины и в каких районах Прибайкалия она действовала. Прибайкалия вошло в топ-5 регионов с минимальными сроками накопления на квартиру. В программе выясняем, почему этот рейтинг далек от реальности и сколько действительно лет нужно откладывать деньги и готовиться к покупке. Подготовка к лесным пожарам в Иркутской области идет полным ходом. Сколько средств в этом году выделили на их тушение и кто с воздуха будет следить за ситуацией в тайге, узнаете через несколько минут. 8,5 часов потратил иркутянин на ночной переход через Байкал. Зачем ему понадобилось пересекать озеро в темноте, а также кто создал ракетную установку в Братске, объясним в рубрике «Повесточки». Теперь обо всем подробнее. Полицейские задержали иркутянку, которая распространяла синтетические наркотики и делала это с размахом. Она действовала на территории сразу трех городов – Ангарска, Шелихова и областного центра. Взяли сбытчицу с поличным, когда она опрятала очередной сверток с дурманящими кристаллами. Но одним пакетиком дело не закончилось. Во время обысков у задержанной изъяли более 650 грамм наркотиков, а после полицейские и спецназовцы нашли еще 38 тайников. Все обнаруженные вещества отправлены на экспертизу. Стоимость всей партии оценивается в 5 миллионов рублей. А сколько женщин ас было так называемой соли, еще предстоит выяснить. Оперативникам известен пока один фактор, а не задержанная. Продала 800 грамм наркотиков судимому ангарчанину. Подозреваемая сейчас арестована, как и многие другие фигуранты по подобным делам. Наркотики и их распространение – масштабная проблема для Иркутской области. На сегодняшний день сотрудниками полиции на территории Иркутской области выявлено свыше 250 преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, производством или сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято почти 300 килограмм наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Аналогом городского жилья, бунгало или шалашом могут пользоваться только обитатели тропических островов. В Сибири жить на улице холодно, поэтому надо приобретать квартиры и дома, цены на которые запросто могут конкурировать с московскими. При этом один онлайн-сервис по подбору квадратных метров утверждает, что накопить на квартиру в Прибайкалье намного проще, чем в других регионах. Но мы с вами знаем реальную ситуацию. Тему продолжит Олег Федоров. Впадаем в коридор. Коридор очень просторный. 14,5 квадратов. Эта квартира в одном из домов Иркутска по цене не уступает жилью на французском курорте. Но по данным исследования Авито-недвижимость, Прибайкалье оказалась в первой пятерке регионов, где накопить на квартиру якобы проще всего. При условии, что житель Иркутской области будет откладывать половину своей зарплаты, то он сможет позволить себе квадраты ценой в 4,5 миллиона рублей уже через 13 лет. Если выделять треть от дохода, то потребуется 22 года. В лидерах с нами Саратовская, Челябинская, Омская области и Красноярский край. А вот тяжелее всего накопить на кров в Севастополе. Но с этими данными не согласны люди, работающие с рынком недвижимости. Как точнее продают наши продавцы? Приходишь и говоришь, почему квартира ваша стоит столько? Она говорит, а потому что Маша со второго этажа продала такую же квартиру, но в ужасном состоянии, дороже. А у меня там, посмотрите, какой ремонт, к примеру, Казани. Там вот вообще, вот прям здорово. Вот вам парк, вот вам фонтаны, места отдыха, лавочки, не лавочки, кафе. И вот, пожалуйста, вам комплекс жилищный. Вот там торговый центр, вот вам рядышком больницы, вот вам рядышком школы и садики. Это, конечно, очень классно. У нас совсем не сравнится. А квадратный метр там стоит практически так же, как у нас. Ну, там хотя бы есть за что платить. А у нас за что платить? Сейчас средняя стоимость квадрата во вторичном жилье в Иркутске около 100 тысяч рублей. В исследовании аналитики брали среднюю зарплату жителя Иркутской области. Это 56 тысяч рублей. Однако есть еще и реальная зарплата. И она в нашем регионе в районе 30 тысяч. При таких исходных данных, если откладывать половину на покупку квартиры, уйдет не 13 лет, а четверть века. Ну, а если 30 процентов, придется ждать целых 38 лет. И это еще без учета инфляции и курса доллара, который сегодня лихорадит из-за политической ситуации на границах России в частности и на мировой арене в целом. Мы получим более дорогой нефть, из нее более дорогой бензин. Из этого подорожает и стоимость логистики, стоимость продуктов тоже автоматически будет дорожать. Поэтому основной, так сказать, всплеск инфляции, который возникнет от дорожающей нефти, произойдет где-то в конце марта, начале апреля. Как только все сядут за стол переговоров, через полтора года примерно это все восстановится, и экономика, так сказать, встанет на круги своя. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что цены, особенно на жилую площадь в нашем регионе, уже никогда не вернутся к допандемийным показателям. Через пару лет стоимость квартир будет еще выше. И неясно, хватит ли тогда одной человеческой жизни, чтобы накопить на свой угол. Олег Федоров, Павел Рютин, новости по будням. Загнанными в угол оказались арендаторы Иркутского торгово-развлекательного центра «Сильвермолл». Вот уже почти два месяца они несут убытки после закрытия здания из-за нарушений требований пожарной безопасности. Но уже скоро некоторые предприниматели смогут, наконец, открыть двери своих павильонов. Но только в том случае, если устранят замечания, или если к ним вообще не было претензий. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен региона Андрей Лобыгин. Решение о частичном открытии торговых площадок было принято 22 февраля. И касается это только тех арендаторов, которые устранили все недочеты пожарной безопасности. Напомним, в январе во втором, во время повторной проверки, в торговом центре выявили 52 нарушения. Среди основных проблем – несогласованные изменения помещений, блокировка эвакуационных выходов и неисправности в системе дымоудаления. Однако, по каким-то причинам, не все владельцы точек продаж в ТРЦ приступили к устранению замечаний. Причины этого сегодня выясняли специалисты, которые вошли в рабочую группу. О результатах станет известно в ближайшее время. Цель таких проверок, что проходят в торгово-развлекательных центрах – избежать пожаров и их последствий. Ведь огонь – явление страшное. Каждый день в регионе пламя уничтожает дома и иногда даже забирает жизни. Только за последние сутки в регионе произошло 10 возгораний. Из-за такой непростой обстановки в Качуге и Тайшете даже ввели особый противопожарный режим. Не за горами и горячий сезон для тех, кто тушит пожары в лесах. Однако к нему уже идет подготовка. Как именно, расскажем в следующем сюжете. Несколько секунд и парашютист-десантник завис на Тайгой. Еще пара секунд и он окажется рядом с очагом возгорания. Такова легенда. Сотрудники авиалесоохраны готовятся к предстоящему жаркому сезону. Им предстоит тушить лесные пожары и в Иркутской области. Пока есть время, оттачивают свои навыки, ведь работы у них всегда много. Прошлогодний пожароопасный сезон был тяжелый, о чем даже говорят цифры. В качестве примера могу привести, что личный состав Абаканского авиаотделения убыл на пожары в Тюмень 11 мая. Закончив, скажем, потушив пожары в Тюмени, были переброшены на тушение пожаров в Якутию и домой вернулись только 5 сентября. Каким будет этот пожароопасный сезон, предугадать сложно. Но нужно учесть все варианты развития событий. Нередко леса горят на труднодоступных территориях. Помочь добраться туда авиапожарной помогает техника. Например, многоцелевой вертолет Ми-8 МТВ-1. Его авиалесоохрана получила в конце прошлого года. Он может работать при жаре до плюс 50 градусов и за один раз способен перевезти до 22 человек. Машины будут использоваться для того, чтобы тушить труднодоренные и доступные территории. Для этого создавался центр Север. И сегодня мы видим и наблюдаем тот процесс, когда первая машина здесь, вторая подходит. И до конца года еще четыре машины на охрану лесов станут. Двигатели мощные. Дальность действия у нас до 1000 километров с этими баками. Так что при перегонах тоже проблем не будет. Это предназначено для полетов как по приборам. То есть мы днем, ночью можем уже выполнять полеты в сложных и простых метеоусловиях. Уже в этом пожароопасном сезоне вертолеты Севера будут летать над Иркутской областью. Но то, как мы справимся с огнем, зависит в первую очередь не от техники, а от финансирования. В 2022 году на защиту лесов выделят больше средств. 1 миллиард 680 миллионов рублей. Это на 57% больше, чем в прошлом году. И это позволит привлекать больше техники, людей, совершать больше полетов для мониторинга ситуации. И хочется верить в лучшее, что нашу тайгу мы отстоим. Анастасия Смельнова, новости по будням. Уже готовы и к пожарам, и к другим бедам. В Бадайбо сотрудники почты вынуждены работать в старых и холодных зданиях, в которых постоянно барахлит проводка, а где-то даже проваливаются полы. Некоторые специалисты не выдерживают таких нечеловеческих условий и увольняются. Как итог, почтовый коллапс. Просто некому разбирать корреспонденцию и посылки. Подробнее о ситуации в следующем сюжете. Это не заброшенный дом с большой историей. Нет, это сортировочный центр Бадайбинского почтового отделения. Именно здесь разбирают и формируют корреспонденцию и посылки. Однако в здании не то, что работать. В нем просто находиться опасно. Пол проваливается, потолок обрушивается, а отопление перемерзает. Все это привело к тому, что из сортировочного центра недавно уволился последний сотрудник. Теперь обрабатывать почтовые отправления просто некому. Вот она у нас веке, он уже неделю копится, со среды вся почта лежит. Мы уже людей безвестных ставим, что почта не уйдет, что претензии не уйдет. Но вот сегодня сдают, как говорится, нам не к свеху. Пусть лежит, уйдет, да уйдет. Когда уйдет? Ради бога, хотите отправить. Пусть лежит. Что теперь? Но не только сортировочный центр Бодайбо находится в критическом состоянии. Все три почтовых отделения, расположенные в городе золотодобытчиков, также не вызывают ничего, кроме чувства тоски, а порой и страха. В обшарпанных зданиях из далекого прошлого сотрудники вынуждены работать буквально в экстремальных условиях и спасаться от суровой сибирской зимы, как получится. У нас такие условия, что видите, я в шапке сидела. Но отопления у нас не может быть, потому что тут как частный дом. А как вы утипали? У нас все конвекторы, а электричество проводка не справляется, не ошибает. Из дома принесла, видите, за тепловую завесу. Мы ее включаем на час, если больше часа работает, все, она не ошибает. При этом нагрузка на почтовое отделение Бодайбо в последнее время лишь выросла, решает проблему руководства введением системы электронных очередей. Но у такого нововведения есть несколько нюансов. Во-первых, мало кто из местных жителей умеет пользоваться системой, а во-вторых, очередь в электронном приложении еще больше, чем в реальности. Некоторым приходится ждать приема по пять дней. У нас же все цифровизуется, все же хорошо, все красиво у нас в России. А люди не могут получить посылки, стоят что-то. Но в ближайшее время ситуация, возможно, изменится в лучшую сторону. На сортировочный пункт в Бодайбо удалось нанять сразу нескольких сотрудников. Их задача хотя бы разобрать скопившуюся почту. Но глобальные проблемы у отрасли такое решение не изменит. И в перспективе ситуация может обостриться еще сильнее. Данил Седов, Павел Желудев. Новости по будням. Все сильнее и сильнее в нашу жизнь проникает реклама. В автобусах, на улице, в подъездах, в соцсетях. Потоки информации льются на нас отовсюду. Мы даже можем не видеть объявления, но слышим их. Правда, в Иркутске в этой сфере скоро станет тише. Звуковую рекламу запретят на улицах города. Но не всю, а только звучащую из колонок, закрепленных на зданиях, их крышах и стенах. А вот уличных зазывал с рупорами и переносной аппаратурой запрет не коснется. Напомним, в августе прошлого года Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете аудиорекламы. Иркутские депутаты последовали примеру коллег, то есть привели местные правовые акты в соответствии с федеральными. Запрет начнет действовать в ближайшее время, в течение месяца. А после специалисты администрации города демонтируют все колонки для звуковой рекламы со зданий. Слишком много информации, которая сейчас на нас сыпется. Это и вывески, это и световая поддержка этой вывески. Если у вас еще шумовой эффект, когда всего очень много, возникает присыщение и, по сути, даже блокировка. Чем меньше воздействий на нас со стороны внешнего мира, тем лучше для нас и спокойнее наша психика, и наш мозг не так устает. Усталили жители Иркутской области и от морозов. В феврале казался самым холодным зимним месяцем и отыгрался за январскую и декабрьскую оттепели, но уже скоро температурный фон в регионе изменится. Конечно, пока он будет не со знаком плюс, но станет значительно теплее. Но из-за перестройки погода немного покапризничает. Завтра при Байкальцев ждет переменная облачность и местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров днем поднимутся до минус 5 градусов. В выходные будет еще теплее, особенно в Иркутске. От минус 4 до 0 градусов. Правда, эту идиллию может испортить ветер. Он для февраля дело привычное. В выходные будет достигать 12-14 метров в секунду. Зато уже в понедельник, в последний день зимы, столбики термометров в областном центре днем поднимутся до плюс 1 градуса. Предварительный прогноз погоды на март составлен. И среднемесячные температуры ожидаются минус 5-10. В северных и верхнеленских районах минус 11-16 градусов. И это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. То есть март ожидается теплее норма. Такая погода располагает к прогулкам. И кто-то делает это, предпочитает во дворах. Нормальным явлением для придомовых территорий давно стали сломанные лавочки и граффити. Именно поэтому сегодня Даниил Седов попытался найти в Иркутске двор, где нет ничего, что могло бы испортить впечатление. Удалось ли нашему коллеге разыскать такое место на карте областной столицы, узнаете прямо сейчас. В преддверии очередного выпуска рубрики «А у нас во дворе» я задался вопросом. А есть ли в Иркутске придомовые территории, которым нет никаких нареканий и которые не имеют никаких замечаний? За ответом я отправился в центр города, в район площади Декабристов. И знаете, я был приятно удивлен. Первое, что бросается в глаза, это фасады домов. Посмотрите, как все чистенько и аккуратненько сделано. Кто-то, может быть, скажет, что здесь совсем недавно был капитальный ремонт, поэтому здесь все так. Но дело не в этом. Обратите внимание, на стенах нет ни одного граффити и даже объявления расклеены только там, где им и положено быть. А это говорит только об одном. Местные жители ответственно подходят к порядку у себя во дворе. Приятное впечатление оставляет и детская площадка. Причем радует не наличие качелей, каруселей или турников, а то, что они все целые, нигде ничего не оторвано. Все выглядит очень и очень достойно. А вот эта вот карусель, например, видно, что она довольно-таки старая, но ее не стали разбирать, ее не стали доламывать. Ее, наоборот, отреставрировали, покрасили, и теперь она может дальше радовать местных ребятишек. А еще во дворе, в районе площади Декабристов, есть своя мини-оранжерея. Наверняка кто-то из местных жителей летом ухаживает за этими цветами в горшках, и здесь очень красиво. Но это летом, а сейчас, ну, сейчас просто слишком рано. В каждом выпуске рубрики «А у нас во дворе» мы оцениваем лавочки, и этот выпуск исключением не стал. Здесь скамеек очень много, они все целые, на удивление, но наше внимание привлекла вот эта лавочка-качель. Согласитесь, не каждый двор может похвастаться таким атрибутом досуга. Правда, здесь же виден небольшой минус. Вот все вот эти доски исписаны и изрисованы, а руку я не могу убрать, потому что слова там написаны, ну, совсем нехорошие. Что можно сказать в завершении? Двор в районе площади Декабристов действительно имеет полное право претендовать на звание самой идеальной придомовой территории города Иркутска. Да, здесь есть свои минусы, но, согласитесь, плюсов гораздо больше. Стоится надеяться, что совсем скоро для нашего города такие дворы будут не приятным исключением, а вполне себе привычным явлением. Данил Свидов, Андрей Назаров. Новости по будням. Во дворе в городе изюбря вряд ли увидишь, а вот на Байкале это вполне реально. Так, накануне очевидцы заметили испуганное животное на льду реки Бугульдейка и сообщили о находке инспекторам Прибайкальского национального парка. Было понятно, что оленя надо спасать, ведь сам он не может выбраться. Как известно, парнокопытные не умеют нормально передвигаться по льду. А загнали зверя в такую ловушку, скорее всего, хищники, волки и изюбрь даже не мог встать на ноги. Работники заповедной территории с помощью веревок перетащили животное на сушу, но и там олень не спешил уйти от людей. Это, возможно, было связано с сильным стрессом, поэтому инспекторы просто наблюдали издалека за зверем, чтобы уберечь от внимания туристов и возможного нападения собак. В итоге изюбрь отлежался и ушел в лес. Сотрудники заповедного Прибайкалья довольно часто помогают оленям выбраться со льда водоема. Такие случаи происходят каждой зимой. Так недавно в Большом Галаусном спасли маленькую косулю. Туристы в Иркутской области могут не только посетить заповедные территории, но и присоединиться к празднованию Масленицы в столице региона. Уже готовятся к традиционным гуляниям. Они пройдут с 28 февраля по 6 марта. За неделю в Иркутске проведут более 60 различных мероприятий. Это и конкурсы, и спортивные соревнования, и сжигание чучел. В этом году из-за непростой эпидобстановки все события состоятся не на одной площадке, а сразу на 62. Они будут распределены по всем общественным пространствам и районам города. Так, например, 6 марта на пляже Якоби состоится фестиваль спорта на лыжи. Также пройдет Кубок Иркутска по волейболу на снегу. Кроме того, артисты Театра народной драмы представят свою программу Масленица. Это далеко не полный список мероприятий. Все их посетить иркутяне и гости города смогут бесплатно. И трезвыми, ведь с 3 по 6 марта в городе запретят продажу алкоголя в местах народных гуляний и в радиусе 100 метров от них. Прямо сейчас расскажем о достижениях спортсменов региона. А после вы узнаете, сколько времени понадобилось иркутянину для того, чтобы перейти Байкал. Спортсмены Иркутской области достойно выступили на первенстве Сибири по вольной борьбе. На турнире сборная нашего региона смогла завоевать сразу 9 медалей. Из них одно золото, одно серебро и 7 бронз. Уроженцы при Байкале, которые заняли призовые места на соревнованиях, прошли отбор и получили право представлять наш регион на первенстве России. Он состоится в апреле в Чите. Серебряным призером всероссийских соревнований по боксу стал Андрей Соловьев. На турнире в Анапе молодой тайшетский спортсмен весовой категории до 48 килограммов провел два боя. В первом поединке победил представитель республики Ингушетия, а в финале Андрей уступил уроженцу республики Адыгея. Игроки Байкал Энергии готовятся к битве с одним из лидеров чемпионата России по хоккею с мячом. 25 февраля иркутяне сыграют в Архангельске с местным водником. Наша команда на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Однако лишняя победа для уверенности никому не помешает. Матч начнется в 12 часов ночи по иркутскому времени. Данил Седов, новости по будням. На время и скорость, а еще на выносливость будут соревноваться бегуны из 20 стран. Они встретятся на льду Байкала 27 февраля. Там состоится экстремальный забег. Марафон пройдет в 18 раз. Спортсмены пробегут по озеру от одного берега до противоположного. Но дистанции будет 2 на 21 и 42 километра. На средства, вырученные во время состязания, высадят деревья у Байкала. О других интересных новостях, как обычно, узнаете из рубрики «Повесточки». Всем здравствуйте. На земле проживает почти 8 миллиардов человек, из которых около 50% — это мужчины. Новостями, связанными с сильной половиной человечества, в честь прошедшего праздника поделимся прямо сейчас. Ночной одиночный переход через Байкал совершил иркутянин Сергей Перевозчиков. Стартовал он 23 февраля в Бурятии, а завершил маршрут уже на иркутской стороне озера, в Бугульдейке. Почти 40 километров мужчина преодолел за 8,5 часов. Поход стал способом привлечь внимание к проблемам озера, которые, как отечество, надо защищать. Отметим, что на протяжении всего маршрута Сергея поддерживали участники онлайн-марафона, которые следили, как идет путешественник, и рассуждали на тему защиты и охраны Байкала. В братские энтузиасты воссоздали боевую «Катюшу». Машина прибыла в северную столицу региона еще в прошлом году. Техника была не в лучшем состоянии. О легендарном автомобиле напоминали только кабина, двигатель и колеса. Чтобы восстановить ракетную установку, умельцам пришлось с нуля варить металлоконструкцию. Сейчас «Катюша» уже на боевом ходу и вполне может участвовать в параде 9 мая. Строит снежную крепость на своем участке житель Алтайского края Олег Белозерцев. Несколько башен, множество арок и переходов. И перед вами необычный арт-объект. Чтобы он стал еще ярче, мастер провел электричество к крепости. Это позволило разместить на творении гирлянды. Автор надеется, что его работа вдохновит людей заниматься творчеством, а не проводить свободное время на диване. А этот юный боец из Индии поражает своим упорством. В 9 лет он официально признан самым молодым инструктором по йоге. Заинтересовался йогой Рианш. Сурани довольно рано, в 4 года. Мальчику нравилось присутствовать на занятиях, которые посещали его родители. А затем парнишка втянулся и вместе с мамой и папой прошел обучающий курс, после которого юный любитель асаны дыхательных практик стал самостоятельно преподавать. Это не могло не привлечь внимание представителей Книги рекордов Гиннеса, которые официально признали ребенка самым юным инструктором по йоге. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. Не забывайте про наш сайт ntsdfistv.ru и наши странички в соцсетях. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин